Жития святых во свете Библии рассматриваем, чтобы все могли смотреть на это открытым оком. Вопрос 2028. Чем было вызвано такое страстное желание молодых людей к принятию иночеству и уйти из мира? Ответ. Каждый дает объяснение свое. Если Дмитрий Ростовский или другой монах, то он это толкует избранностью от Духа Святого. Любой психолог даст объяснение более простое. Неправильным воспитанием в семье, забитостью, боязнью женского пола и прочее. Есть страстное непреодолимое желание в людях от иного мира. В первую очередь, что не был руководим по Писанию. А вот так. Пожелал и дай. Притча 18.1. Прихоть и ищет свои нравные, восстает против всего умного. Эти непреодолимые желания потому, что так научили, что иночество это высшее в христианстве. Это ангелоподобная жизнь. Почти гарант спасения и даже канонизации. Или сан епископа. И даже можешь покоиться на алтарях по всему миру, когда тебя разнесут по антиминцам. Было чего хотеть искренне желающим спасения. Нормального христового христианства, веры евангельской, не видели люди почти нигде. А только в монастырях видели отличие от мира. И приход туда приравнять можно только к уверованию, к первому шагу. А так как там уже решили, что это высшее, то и описывали эти монашеские подвиги, монашеские обеты, монашеские ступени восхождения в доброделании иноческом. Примеры. Кирилл Новоязерский. 4 февраля. Еще будучи отроком, Кирилл почувствовал непреодолимое желание быть иноком. Тайно оставив родительский дом, Кирилл ушел из галища на реку Абнору. В обитель преподобного Корнилия, о которой слышал от своих родителей. На пути туда Кирилл увидел старца, украшенного сединами. На вопрос старца, куда идет он, Кирилл отвечал, что идет к обители преподобного Корнилия. Одобрив его намерение, старец верил ему идти туда вместе с собой. Оглядываясь вокруг и не видя старца, Кирилл уразумел, что это было Божье посещение и возблагодарил всем Бога. Больше ничего не надо. Вот когда считаешь, а то же о великих людях, там у протестанов нет, у них никогда этого нет. Ни одного нету за столетие. А он с детства хотел быть миссионером. И у него к этому все было направлено. Учился, вот как Альберт Швейцер, лауреат Нобелевской премии. Ну он уже было второе образование, второе получил. Здесь ничего не надо. Туда заткнулся, теперь делай все, что говорят. Мозги вообще не нужны. Не робот, зомби настоящие. И тут я после буду показывать по иноческим уставам, какие есть. Как они издевались над ними. Что они выкомурили, вытворяли над ними, над этими послушниками. Вопрос 2029. Есть мнение, что монахи очень хорошо знали Библию. Но разве никто из них не сравнивал свои действия с повелением от Господа, что молчание – это зарытый талант? А приветливость и научение несравненно выше, так как приносят пользу не себе только, но и другим. Ответ. То, что они знали Писание, это только звук, вводящий незнающих Писания в заблуждение. Знали они Библию крайне однобока, и даже это они сумели другим передать о неверной трактовке. Делают сравнение себя с пороком Ильей, Ильяном Крестителем, так как эти подвижники ходили по пустыне. Сравнение надумано и притянуто, так как те бежали от гонителей или выполняли поручения от Бога. А эти по своим уставам и научению от человеков, не знающих Писания. Прочите толкование блаженного фефилакта на 1 Коринфян 14 глава, где он говорит о даре говорения языками, о пророчестве. И все сравнивает по одному критерию – полезности для других. 1 Коринфян 14.19 Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Монахи не просто плохо знали смысл миссии апостолов, но они его полностью затоптали и замуровали, и были самыми ярыми противниками благовестия в миру. В этом главная их вина – в гибели Египта и гибели всех тех монастырей и самого христианства в этих цитаделях монашества. А они высосали соки веры из народа и сами ушли в песок, не дав потомству. И когда хотели что-то доказать, они никогда не могли прибегнуть к Слову Божию, а ссылались только на видения, сновидения, на откровения им якобы бывшие. Чего уж проще решить, что лучше – быть ли в затворе или принимать людей и помочь им в их скорбях. Но и тут видение тянет не в сторону Евангелия, а в сторону великого молчальничества, которое есть враг к евангельской проповеди. Арсений Велитий, 8 мая. В другой раз пришел еще один инок издалека в скит, также хотевший видеть преподобного, и начал упрашивать братьев, указать ему дорогу к Келле и Арсения. При этом он сказал братьям, я хочу побеседовать с отцом Арсением. Но братья отвечали ему, подожди, брат, до воскресенья, и ты увидишь его, когда он придет в церковь. Инок же тот сказал братьям, не буду ездить до тех пор, пока не увижу преподобного. Поэтому братья послали одного инока, снова пришедшим, и поручили ему указать дорогу к Келле Старса Арсения. Следует заметить, что Келле Арсения отстояла от скита на 30 стадий. Подойдя к Келле, брат постучал в нее. Старец открыл дверь и впустил в Келлю пришельцев. Затем сел, опустил голову и молчал. Сидели молча и пришедшие. Все молчали, довольно продолжительное время. Наконец, инок скидской обители сказал, ну, я пойду назад, потому что я должен исполнять свои обязанности при церкви. Слава Иисусу Христу! И поднявшись с места, он собрался идти. Другой же брат, пришедший с ним, не имея дерзости остаться со старцем, сказал ему, ну, я пойду с тобою. Затем, встав, он поклонился старцу и вышел из Келли, не услыхав ни одного слова из уст преподобного. После того, странствующий инок начал упрашивать брата привезти его к Моисею, бывшему разбойником до пострижения выночества. Брат согласился исполнить его просьбу и повел его к преподобному Моисею. Вот представьте, шел по пустыне, такое желание было, он о нем наслышался, готов умереть не есть, только увидеть его. Это какой-то, какой авторитета его никакого нету. Это идолопоклонство настоящее. Есть не буду, это даже фанатизмом нельзя назвать. Только глаза моим увидеть. Он жил и мечтал увидеть, наконец увидел. Уткнулись, руки между колен, голова опущена, и тот молчит, и этот. Ну, найдите, где в мире нормальные люди так себя ведут. Вот, пришел издалека странник, и как оказать привет, ну, как Слово Божие-то говорит, так как Христос поступал, как апостолы. Ежедневно принимал людей, ежедневное стечение народа. Притом это самый был мудрый человек во всей империи. Монашество изъело его. Там сердца никакого нет, там ржавая железка только. И все это молчальничество, монашество. Это самое ядовитое учение, какое только на земле было. Так не делал никто. Это ни цыган, ни один, ни масон, ни коммунист, ни фашист, никто. К нему человек пришел. Это готово ему сказать, наставить на пути. На что он наставит? Молчальничество выше всего. Бессловесная скотина, бессловесная. Поэтому со скотиной они находили язык, разговаривали, птичек кормили, медведя гладили. А кто идет, от него спрятаться надо. Когда они пришли к Моисею, то сей последний принял их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищей, и оказав им большую любовь, отпустил их от себя. Дорогу из Киски, брат, сказал пришельцу. Вот ты видала отца Арсения и отца Моисея. Кто из них лучше, по твоему мнению? Кто между собой разговаривает, идут простые ребята-то. Брат отвечал на это. Лучший из них тот, кто принял нас с любовью. То есть понял, что Арсений, никакой там любви нету. Это просто засохший камень. А один инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говорят так, Господи, скажи мне, кто из них более совершен и заслуживает большей благодати твоей. Тот ли, кто скрывается от людей ради тебя? Или тот, кто принимает всех также ради тебя? Ему только откровение надо, ума тоже не надо. Ну что, непонятно, в одном месте тебя накормили, напоили, спать уложили. А в другом ни одного слова нет, что ты зашел на Каяну и уйдешь. Ходят тут мельтешатся, под ногами путаются. Я с Богом разговариваю. Они мешают мне разговаривать. И вы заметите, какие у них видения. Этот инок в ответ на молитву свою имел следующее видение. От сатаны, это от Бога, их не интересовало. Главное, видение. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его, соблюдая его в великой тишине. А в другом был преподобный Моисей. Кораблем же его управляли ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. Об этом видении и их, это еще только видение, теперь надо растолковать. Рассказал другим, более опытным подвижникам, которые захрясли и окончательно уже высохли. И все нашли, что более совершенен Арсений, пребывающий в молчании, нежели Моисей, принимающий странников. Потому что с Арсением пребывал сам Бог, а с Моисеем же были только святые ангелы. Их нельзя было сдвинуть с места, это отравленные, выжатые, как говорится, сухой лимон. Ну тут ясно уже, брат первый раз пришел, конечно, кто оказал большую любовь. Принимали странников. Даже она умывала ноги. Господь сам умывал ноги. Ничего подобного. А зачем голова? Она не нужна, сердце тоже не нужно. Видение, видение. А видение тут сатана крутил налево и направо. И видение какое? Лучше, конечно, тот, кто молчит. Вот Моисей-то, вот разбойник он, вывернулся тут. Вот как бы его не было, вопроса не было. А то еще надо было ждать видение. Они все знают по сегодняшний день. Арсений великий, а Моисей не великий. Его нету там приставки великий-то. Это сегодня все так и осталось в житиях святых. Я вчера разговаривал по скайпу из Литвы с католиком. Вот вы против монашества так вот как так. А вот монахи это организовали первые университеты. И там они ехали, специально готовили проповедников, миссионеров по всему лицу земли. Так я говорю, я по вашим-то не говорю. Я это знаю. Я говорю по 12 книгам Дмитрия Ростовского. У католиков действительно готовили миссионеров, они ехали. Почему за 20-е столетие, 21-е, нигде в православии, нигде, ни в одном патриархате не родилась такая, как мать Тереза? Почему? Или вопрос задавать нельзя? Ну тут же задавали вопрос. Видение не надо. Почему? И началась с чего она? Она шла в закон. А у папы выпросила разрешение быть в миру, работать. Пожалуйста. Тут нельзя, тут уставы. Как будто все замерло, ни одного устава нельзя изменить. Никак. Дух Святой перестал трудиться. Да уставы эти менять можно уже сто раз было. Собраться с собором и заменить. Они не вечные уставы-то. Это не Слово Божие, не Библия. Уставы приняты каноны, церкви, человеком. И человеком они отменяться могут. Но не самовольно. Никак папа решил один отменить. Я вчера ему сказал. Это делает только соборное собрание. Епископов точно так же. Теперь Библия есть у православных. А картины есть. Ну какие картины? Как будто ребенок рисовал какой-то. Смотришь горы какие-то, там какое-то копыто торчит кверху. Рисовать не умеют. Нет, там что-то заключено, это то другое. Почему Гестава Дарай не породили ни одного такого иллюстратора? Почему? Да и не могло его быть. Почему протестантов сумели написать книгу путешествия Пилигрима? Настольная книга Пушкина. Православие не может этого сделать. Не может. Это ересь. Это как так? Вот он в аллегорической форме показал, как там, я буду называть много таких, которые, даже сравнивать ни с чем в православии, их просто нет, их не было. Там принимают новые какие-то решения. Ну, и поэтому, если принимают решения, они должны быть только лучшие, как у католиков приняли. Они так, все посты отменили и все. Я не католик, я одобрять там не буду. И самое главное у них, тут сказать, Эльбрус на дороге лежит. Это примат Папса, что Папа, Папа. И он сразу заговорил о Папе. Они как будто бы верят не во Христа, а в Папу. Вопрос 2030. Учит ли нас Господь с любовью, в кавычках, захлопывая двери перед страждущими на учение в вере? Сомкнуть уста, оставив страждущих без утешения? Если тебе Бог дал веру, то почему бы этой спасительной верой не поделись с другими? Вопрос. Ответ. Молчание – это усиленный труд по закапыванию таланта. А об этих последствиях уже прямо сказано в Евангелии. Торжественный ход христовой веры по планете был положен титаническими усилиями, не монахов. Монахи же закопали не свой талант только, но талант вселенской проповеди. Тогдашние служители слышали голос Божий, посылающий их даже за одной иностранной душой. Деяние 8, 26, 29. А Филипп, ангел Господень, сказал, встань и иди на полдень к югу, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кандаки Сарицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ его, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Возвращался и, сидя на колеснице своей, считал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди, пристань к всей колеснице. Вот как было. И поэтому видим Южную Америка, Северную Америка, по порядку Индии, везде миссионеры, чьи православные, да, конечно, нет. Везде, везде проникли католики, ну и протестанты. И особенно в этом сильно работают мормоны и так называемые свидетели Юговы. Вот как. Православных нигде никого нет. А почему? Молчальничество. Вот лучше бы ему языка не было, вот тогда бы выполнило это дело. Ну и были такие, которые, если вожделение есть какое-то, сами себя кастрировали, подкладывали, отрезали все у себя. И секта-то возникла с капсов-то не на западе, а здесь. Они кастрировали детородный член, отрезали все, что есть. И женщин даже кастрировали. А потом эту инициативу гробили полторы тысячи лет. И уже к целой стране соотечественников ныне не идут, а забиваются за толстенные стены монастырей-убежищ. Колоссальность этого преступления еще не оценена, но мы имеем мусульманство взамен всего и монашество, и атеизм. Подумаешь, убили какую-то там проповедь. Монахи исправили ошибки и подвиг Христа. Монахи обворовали христианство, сгубили благовестие миру. Их обвиняю не я, Слово Божие обвиняет. И Бог посылал куда-то, там у православных видений, где монастырь поставить, куда дальше уйти. Вон какие-то видения. Ни одного видения нет, которые были бы похожи на то, что показывал Господь апостолам. Явился македонянин. И что зовет? Иди, у нас там пещера есть? Нет. Но отецы приняли католическую веру-то. Значит, было бы по-другому. Было бы благовестие. Были бы другие ошибки. Стефан Новый, 28 ноября, с умножением учеников блаженного Стефана, увидел он, что его безмолвие, к которому он так стремился, нарушено. Тогда святой призвал к себе вышеупомянутого Марины и вручил ему начальство над монастырем и заботу о нем. Сам же удалился на другое место той горы и построил себе небольшую келью, в которой затворился, имея от рождения своего 42 года. Еще сколько бы он добра-то сделал-то, а зачем? Молчальничество. Но и на новом месте своего подвижничества блаженный Стефан не мог избежать желающих получить от него пользу для души своей. Какая польза, когда разговаривать нельзя? Преподобный же устроил для себя столб, а на нем тесную хижину. Взойдя на столб, он затворился в той хижине, в то время ему было 49 лет от роду. Лука Столбник, 11 декабря, ревнуя о высшем духовном совершенстве, он обложил тело свое железными берегами и, взойдя на столб, соблюдал столь строгое воздержание, что в продолжении шести дней недели не принимал никакой пищи и только в седьмой день вкушал приносимую просвору и немного овощей. Так на столбе провел он три года. Потом, призываемый божественным внушением, пошел он на гору Олимп, оттуда перешел в Константинополь и, чтобы не нарушать своего обета молчальничества, вложил себе в рот камень и, наконец, удалился в город Халкидон. Еще камень-то мало-то, просто монахи забрали в рот. Там он тоже вошел на столб и, прославляемый многими чудесами, провел на нем 45 лет. Так, совершив благочестный путь земной жизни, святой Лука отошел в обители Небесного Отца. Ну, это-то святой в небесной обители, это-то откуда знать-то? Это монахи небом распоряжаются, все кого-то канонизируют, придумывают подвиги. И чем вычверней, женщина переоделась в мужское, Ксения Петербургская, юродствовать. Специальную книгу выпустили, «Юродивая Россия». «Юродивая Русь». Арсений Великий, 8 мая. Однажды, когда он молился, сказал, «Господи, научи меня спастись». Почему никто не спрашивал из-за апостолов? Евангелие, если в ответ на это был голос с неба, говоривший, «Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании, это корень добродетели». Апостолы так не рассуждали. Смиренно мудрее перед Богом, перед Словом. Вот главный добродетель. Благоразумие, как Антоний сказал, «Внимая этому голосу, Арсений ушел из того места вглубь пустыни и построил себе здесь небольшую келью. В этой келью он всегда пребывал один, всемерно стараясь соблюдать молчание. Он избегал всяких бесед и постоянно устремлял ум свой к небу, пребывая на земле телом, но он духом возлетал горьим силам. Представить страшно, что вот умер, и Бог будет судить, как говорил по Слову Своему, и он никакой не святой. Вот теперь что он бы говорил? Но возврата оттуда нет. По окончании богослужения тотчас возвращался, молча в свою келью. При этом он никогда не уступал ни с кем в разговор. Лишь только изредка, будучи спрошен, отвечал на вопрос, насколько возможно, кратко, и затем устремлялся к своему безмолвному жилищу. Все подвижники, обитавшие в Скидской пустыне, весьма удивлялись добродетельной жизни преподобного Арсения. А он ничего не делал, это добродетельное. Все добродетели покрыло. И сравнивают они, ну если бы не было, а то был Моисей, разбойник бывший. Его любовь ни во что поставлена по сравнению с ним. Там Дух Святой, а тут только ангелы. А один раз Абва Марк спросил его, для чего ты счастную очередь удаляешься от нас? Арсений же отвечал ему, знает Бог, как я люблю вас, но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми. Потому что на небе, хотя и очень много вышних сил, тысячи тысячей, и десятков тысяч, но все они имеют одну волю, и потому и единодушно славят Бога. Но на земле много воль человеческих, и у каждого человека свои мысли. Каждый из нас имеет различные намерения и мысли. И потому я не могу, оставивши Бога, жить с людьми. То есть выполнять вторую заповедь никак нельзя, без нарушения первое. Но Бог-то дал их, а не согласуется. Это два крыла, две заповеди. Стремясь как можно ближе стать к Богу, Арсений всячески удалялся от людей, так что даже не желал, чтобы кто-либо его видел или знал о нем. Серафим Саровский, 2 января. На церковной службу Прохор являлся прежде всех, выстаивая неподвижное все богослужение, как бы оно ни было продолжительно. Вне церкви любил он уединяться в своей келье. Недовольствие с тишиной и безмолвием в Саровской обители, юный подвижник, соревнуя некоторым старцам, которые с благословения настоятеля удалились на полное уединение из монастырской ограды вглубь монастырского леса, по благословению своего старца Иосифа, также удалялся в свободные часы и в лесную чащу для молитвенного безмолвия, особенно прославившийся своими подвигами Симонах Марк, долгое время бывший молчальником. А как же молился неемея в присутствии царя, его синклита? Наоборот, когда я был в тюрьме, шумят, кричат, и тут же за них молишься, это нисколько не мешало вообще. К этому привыкаешь в течение одного часа. С сего времени Серафим стал еще более искать безмолвие, и чаще прежнего удалялся для молитв в Саровский лес, где для него была устроена пустынная келья. Вскоре после этого преподобный Серафим подъял на себя еще высший подвиг, и добровольно удалился в пустыню, оставил обитель для безмолвных подвигов в пустыне. Это высший добродетель. Первое избиение в Раифе, 14 января. Продолжение всего Великого Поста до самого Великого Четверга. Он не говорил ни с кем. Во все это время пища его состояла приблизительно из 20 фиников, питье из одной кружки воды. И этого, по свидетельству его ученика, часто доставало ему до самых страстей христовых. Будучи родом из Сиваидской страны, он прожил при нем в безмолвии 46 лет, ни в чем не отступая от правил своего отца, и был примером для прочих молодых иноков. Правила отца, не правила Божьи. Всем вам хорошо известно, что мы по любви к Господу нашему Иисусу Христу удалились из суетного мира и, пребывая в этой суровой пустыне, удостоились поднести его благое иго. В голоде, жажде, крайне нищете. Это не его иго. Это по дурости люди сами придумали, не зная Евангелия. Какое это его иго? Иго то, что от Бога. Я несу поругание, меня гонят. Я молюсь, Господи, удали от меня. Он говорит, довольна благодатью моей. Ты так много получил. Закаляйся. Савва Сербский, 12 января. Многие иноки избирали для себя подвижничество скистское. Собираясь по два или по три, иноки предавались подвигам молчания и богомыслия. Феодосий Печерский, 3 мая. Братья обители, приходившие к преподобному ежедневно перед утренней, брать благословение для начала богослужения, всегда слышали из-за двери, как игумен весь в слезах творил молитву, часто ударяя головой о землю. Ударяя головой о землю. Преподобный же, услышав шаги, умолкал и принимал вид спящего. Так что братьям приходилось иногда раза по три стучать дверь, произнося каждый раз слова «Благослови, Отче!» То есть службу начать не могут без него. Это самое настоящее идолопоклонство. На службу какое благословение, когда она от Бога? А нет, вот такой порядок, надо пойти. А он там выкомуривает, придуряется, тратит время. Тогда преподобный показывал вид, что он только что проснулся, видно, позевает. Ну, кто там? Отвечал, Бог да благословит вас. И да, в благословение прежде всех приходил в церковь. Рассказывали, что он поступал так каждую ночь. А попробуй к нему, вот не пришли, раз, другой, третий. Что он будет думать? В них вот эта самость, она въедалась в каждую пору. Они много говорили о том, что человек, гордость, гордыня, да где еще больше гордыни-то взять можно было. С собой заменили Бога. Он мог оттуда ответить, ну, чего вы дурите-то? Положено службу начинать в 6 часов. Ну, начинайте ее. Причем тут я. Ну, во всех храмах-то служба начинается, монахов-то нету. И служба идет. Вот Ефимий Новый, 15 октября. Укрепившись в добродетелях киновиной жизни, Ефимий решил отправиться в пустыню, чтобы там, в безмолвии, достигнуты еще большей близости к Богу. Оставался еще не пройденным путь строгого безмолвия. Далеко все время разносилась слава об афонских подвижниках. И к ним-то решил теперь отправиться Ефимий. Слава! За безделье, за молчальничество! Иларион Великий, 21 октября. Святой очень огорчался, что приходивший не давали ему безмолвствовать. И плакал, вспоминая молчание первых дней, когда он был один в пустыне. Какое тут ораторское искусство! Ну, были там отдельные, восставали один на столетие, а то и у этого не было. А тут-то никакого не надо труда, рот на замок. Вопрос 2031. Чем мотивировали святые свой подвиг молчания? Как-то объясняли же они свою замкнутость и нежелание сказать даже слово приходящим к ним. Сравнить бы с теми, кто свободно разговаривал. Ответ. Ребенку сказали, что с руками немытыми можно занести инфекцию в рот. Выходов много. Мыть чаще руки, не брать заразное, полоскать рот, есть чеснок и лук, проверять своего врачей. Но кто-то подсказал, лучше всего заклеить рот, связать руки, оботав их, как мумию. Монашество пошло этим путем. От языка много греха бывает? Так я вообще не буду разговаривать, и не будет греха. Образ несмышленных детей. Грех-то не на языке рождается, а в сердце. 1 Петра 3.10 Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла, от зла, и уста свои от лукавых речей. Почему для молчанов не стал примером Христос? Он же не молчал и не грешил языком. 1 Петра 2.22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Притча 17.28 И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Вот он так и показался. Марха 7.21 Ибо из внутренней, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства. Глухоневые, они не разговаривают языком, они не могут, мычат только. Но руками они могут пальцами судить всю вселенную. В пример всем молчалникам ставят Арсения Великого. Он был еще раньше назначен воспитателем двух сыновей Феодосия Великого, императора всей Римской империи. Он воспитывал учил только двух сыновей его, Гонория и Аркадия. И каков же результат педагогической деятельности? Гонорий был в Риме, о нем мало что пишут. Но Аркадий оказался злым и угрожал смертью самому Арсению, когда был еще школьником. Под каблучником, узлой, эгоистичной, стрельборолюбивой и мстительной своей жены Евдоксии, главной губительности Иоанна Златоуста. Арсений Великий, 8 мая. Однажды к преподобному пришел архиепископ Александрийский Феофил вместе с одним вельможей, желавшим побеседовать с преподобным и принять от него наставление. Преподобный же помолчав немого сказал им, исполните ли вы то, что я скажу вам? А они обещали исполнить все, что бы он ни сказал. Тогда преподобный сказал, не приходите никогда туда, где будет Арсений. Он не сказал, ко мне. Но даже к кому-то придете, и там 3000 монахов, но я среди них, туда не приходите. Это надо придумать, это какой ум? Даже не додумаешься? Пришедшие уявились к ответу преподобного, однако послушались его и удалились. У него свои рецепты были. Как абсолютно все заповеди Божии сделать невыполнимыми? Молчанием. Спустя некоторое время архиепископ пожелал снова видеть Арсения, поэтому послал спросить его, откроешь ли ты келью твою, когда к тебе придет архиепископ? Преподобный же отвечал посланному, если ты придешь, то открою. Но если я открою келью тебе, тогда мне придется открывать ее для всех, но в таком случае мне придется удалить себя из кельи. Какой ум? Услышав такой ответ, архиепископ не пошел к преподобному, так как боялся, как бы он не ушел из того места, а это его каноническая территория. Сколько раз он им похвалился, какой у меня подвижник, как он молчит, а больше сказать еще не было, как он молчит. Даже я пришел, даже патриарх пришел, и он ей говорит, такой умница, он молчит. Ну, зарытый талант-то, умница, и никому не сказал. Случилось однажды, что один странствующий инок пришел к келью преподобного Арсения, так как хотел видеть его. Подойдя к двери, он постучал в нее. Арсений, думая, что это пришел его послушник, прислуживший ему, точно же открыл дверь, но увидав постороннего человека, упал на землю лицом вниз, для того, чтобы не видеть пришельца. Это не женщина. Вы понимаете, постепенно мозги свихнул так сатана, что совершенно человек не понимает, зачем даже живет. Я прямо утверждаю, что это не от Бога, а не от Бога, значит, от сатаны. Однако этот последний стал упрашивать преподобного подняться с земли. Арсений же не хотел вставать и сказал, я не встану до тех пор, пока ты не уйдешь отсюда. И действительно, не поднимался с земли долгое время. Инок долго упрашивал преподобного, но так как преподобный не соглашался исполнить его просьбу, тот инок ушел оттуда, но и другим рассказал. Нелюбовь, доведенная до высшей степени. Ян Прозорлив, 27 марта, в другой раз преподобный, ласково беседуя со мной, спросил меня, хочешь быть епископом? Я же отвечал, нет, потому что я уже епископ. Святой же спросил меня, а в каком же городе ты епископ? Я отвечал ему, я надзираю за кухней, трапезой, палатками, катками и пробую, например, вино. Если оно кислое, то прохожу мимо него, если же сладкое, то пью его. Смотрю также и в котлы с пищей, если где не достает соли или других приправ, то я добавляю к пище эти приправы, и потом поедаю пищу, сделавшуюся от приправы вкусной. Так же поступаю в других случаях, везде выбираю для себя самое лучшее. Вот мое епископство, на которое поставило меня сластолюбие. Преподобный, улыбнувшись, сказал мне, перестань шутить, потому что ты действительно будешь епископом и должен будешь перенести многие труды и скорби. Если ты хочешь избежать всех этих трудов, скорбей, то ты не уходи из пустыни, потому что здесь, в пустыне, тебя никто не может поставить епископом. Аллилуйя, Аминь. Аминь.